Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Я переживаю за него, да, хочу, чтобы он нашел себе достойную женщину, вот, и, наконец-то, вроде он нашел, как я понимаю. Не надо, я просто, ну, подруга, он трепетный, трепетный. Вы такая красивая сегодня. Вот тут не очень красивая, нет, что возраст. Очень красивая. Да ладно, что такое возраст, это всего лишь цифры, так вот. Кружечка у вас симпатичная. Да, мне тоже очень нравится. В общем, эта кружка пошла на море, поэтому я ее взяла. Она похожа на Глатва-Лакоса. Ага, я понял. Так вас зовут Татьяна, да, а вы откуда, Татьяна? Я из Москвы. А, Москва, да, замкат. Ну, хорошо, блин, рад, что вы так близко друг к другу живете с батей. То есть, ну, что, не надо далеко ехать друг к другу. Что это за старая проститутка? Так, тихо, это батина женщина. Татьяна. Меня Аня зарежет. Осужда. Аня не знает, Ани нет сегодня. Она спит завтра в школу. Из-за штатива, наверное, у меня просто был телефон и штатив. Какая женщина? Мне бы такую. Да я не занята уже. А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала must-have. Дает отличный кэшбэк за покупку ноут, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты не выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки, а по кредитке юзай промокод All Games 12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Еще нет 18? Не беда. Ты можешь оформить молодежную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезет ее тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании. Вы лучше расскажите, как познакомились, так сказать, с нами, вот, вообще в целом в интернете. Да, туда этого не слышно было, вы говорили, не слышно. Можете, пожалуйста, повторить историю. Я рассказываю, что я вышла через юрист. Юрист, оказывается, он изменяет Владу Галакусу. Вы знаете об этом? Он изменяет Владу Галакусу с этим Стоп Хаскером. Вот иметь. С кем? Стоп Хаскер. Да, а Топ Хаскер есть такой тоже. Но он не такой, конечно, популярный, как Влад Галакус, но все равно он изменяет. Вот как я вышла на видео, в медвеках попался, значит, Топ Хаскер и его интервью с юристом. И юрист, конечно, меня заинтересовал, потому что он очень так, аргументирует и очень уверен в себе. Ну, он действительно такой. Он тут два стрима подряд про женщин очень аргументированно говорил. Тогда продолжайте. Он нарочно, он нарочно, он себе цену набил. Я вам говорю, девочки, опять у меня большая картинка. Слушай. А-а. Валя, не меняется. Не, не, она такая же. Она вообще не меняется. Она встает. Да, да. Уменьшай. Не хотим. Ну что ты, уменьшай. Ну, уменьшай конкретно. Уменьшай конкретно картинку. Все, выклейте камеру. Ну, зачем ты так делаешь? Не, не, так она я меньше, наоборот, сделал. Нет, не меньше. Еще меньше делай. Еще меньше. Сделай мне, как вот ты Никиту делал, вот так и меня. Маленько. Ну, вот. Давай еще поменьше. Давай, делай, делай, делай. Меньше. Уменьшай, уменьшай. Чатик, кто за то, чтобы уменьшить меня? Ставьте плюсики. Ставьте плюсики, ребятки. Нормально, вот. Максимум, минимум. Вон, сколько плюсиков. Смотри. Давай. Давай, давай, делай, делай. Давай, делай. Давай, делай. И вот, Никита, так сказать, меня привел к тебе. Ну, у тебя не очень интересно. Вот, поэтому все подвигает, например, к нему. Да, я не знаю, наружное, к нему, к нему, но вокруг тебя очень интересные люди. Вот, например, я была тронута, очень тронута. И очень умилилась от бати, от его рэпа. Там формы и картишки. Там, конечно, сходи. Вот. И поэтому пошла к нему на телегу. И смотрю, у него такой вот, когда человек хороший, у него такое сообщество хорошее. И все такие интересные. И так, что он живет у него. Там, ну, и художество есть. И что там еще. И импульсанты. Да, я знаю, там художница есть, Анечка зовут. Хорошо рисует. Анечка, там есть и девочка, вот Катя, которая поет. А вот мне, расскажи мне про ММС. Вот хороший мальчик. Расскажи, вот, правда, мне интересно, что с ним. Рэп читает, наверное. Ну, как, все с ним хорошо, я думаю. Если бы он читал, мы бы узнали. Не, не, просто он себе читает, просто никому не показывает. А почему? А зачем он, как бы, сам читает и сам слушает? Нет, ну, расскажи хоть кратко. Не, вкратце все с ним хорошо. Все с ним нормально, все хорошо. Жив-здоров. А что, ну, а что, значит, хорошо? А кем он работает? Он, сейчас, это, он собирает, эти, чернику в этой, в Швейцарии. Какую чернику говоришь? Нет, нет, честно. В Швеции, точнее. Нет, чернику уже, как два. Нет, нет, в Швеции, там она постоянно растет. Нет, не ври, пожалуйста, не ври. Чернику уже, она только, минимум, одноразовое растение. Нет, так там сейчас же что-то появилось, вместо черники, вот эта, как она, красенькая такая. Сменилифицированная. Красенькая, а там, ну, по сезонам все. Нет, я думаю, что он умный мальчик, он может себе более интересное садить. Нет, так ему нравится, он все по душе делает, то есть, ну, что человеку, главное, человеку, чтобы нравилось то, что он делает, и будет счастливым. Вот жалко, что ты не хочешь. А когда ты с ним разговариваешь? Нет, я могу дать вам его контакты, чтобы, так сказать, пообщались. Ай, да, 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 я очень хочу. А можно его потом пригласить, и он отдаст тебе интервью? Конечно. Вот, он, кстати, в Европе, поэтому может и к вам заехать в гости, пообщаться. Давай, ты приезжай, приезжай, вот я сразу это вам, ты вхлите, люблю, пусть приезжает, конечно. А может тебе, пожалуйста, по-французски, привет, поприветствовать тебя, всех зябло. Да, французскую часть зрителей, так сказать. Извините, воду пью просто. О-ля-ля, как вы сказали, латва лакас, о-ля-ля. О-ля-ля, о-ля-ля, это вот такое восхищение, когда человек просто приспомнил эмоциями, скорее, восхищением. Вот тогда он говорит, о-ля-ля. Спасибо. Когда я первый раз услышал, я не поверю, что так и люди в реальности говорят. Потому что раньше мы слышали только по телевизору, это в фильмах, фильмах. Мне нравится, очень приятно, спасибо. А как по-французски будет «Я живу в Самаре»? Я живу в Самаре. Я живу в Самаре. Забито? Я живу в Самаре. Я люблю Самаре. А как будет по-французски «Я живу за МКАДом»? А, понял. Понял. Ты это вырежи, батя, в новый трек добавишь. Ну, а так вообще, чем занимаетесь в свободное время? Ну, так, какой досуг у вас? Я стриму, 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 стриму. Гуляю по Парижу и показываю по Парижу. У меня есть своя небольшая аудитория. А, стрима. Ну, просто по Парижу, я не дома. То есть, я просто показываю, рассказываю. И я веду стримы на Одноклассниках. Там много пожилых людей. Поэтому я никого не приглашаю. У меня, у нас тоже много пожилых. У нас тоже Маслор, ему 54 года. Нет, у меня реально пожилые люди, там больные люди есть. Ну, Одноклассник, какая публика? И мне как раз очень нравится с ними разговаривать, потому что я реально исполняю социальную функцию. Глад Валакас, ты не совсем социальная. А я именно социальная. Нет, я тоже исполняю социальную функцию. То есть, я людей делаю умнее, учу жизни, так сказать. Научная, интеллектуально-опознавательная трансляция у меня. Матерные частушки расскажешь, раз умнее от этого станешь. Так умнее станет тот, кто захочет умнее стать. Нет, ну ты на самом деле, Валера, что важно, что ты притягиваешь к себе интересных людей. Ты как магнит. Вот это очень здорово. Не, ну так это самое, ну это, ну да. Вот Батя, к примеру, хороший, интересный рэпер. С Батя, да, мы давно знакомы. Вот еще когда, впервые он приезжал ко мне, когда он в бассейн прыгал ледяной, пустой. Ты что, правда? Да, он хотел нырнуть, а там не было воды в бассейне, он просто упал на лед. Вот видишь, как ты притягиваешь к тебе интересных людей. Это, конечно, очень ценно. Ну, вот видите, и вас притянул тоже такого человека серьезно. Да, у меня притянуло твое отражение, понимаешь? Потому что эти люди притягиваются к тебе, да? А я на них через них тебе попала. То есть я попал к тебе через юриста. Какое есть развитие у стримеров, допустим? Или у ютуберов. Оно всегда все одинаковое. Нет, нет. Если ты будешь поменьше играть в игры, задумаешься немножко, в чем я могу еще как-то завлечь людей, кроме игр. А у меня нет интереса завлечь людей. Я делаю то, что мне нравится, и все. Нет, у тебя есть немножко, не надо. Нет, вообще нет. Мне не нужно уже это. Нет, нет, ты манипулируешь немножко людьми. Но это нормально. Нормально. Потому что тебе надо... Вот даже сам факт, что ты говоришь измененным голосом, уже это манипуляция. Потому что, когда ты говоришь измененным голосом, люди начинают о тебе мечтать. Понимаешь? Они тебя не воспринимают, как живого человека. Ну вот, есть девочка одна в чате. Она очень мечтает, ну, встретиться со мной. Ну вот видишь, ты не одна девочка, я думаю, много девочек. Поэтому... Ну я их, так сказать, ну я уже многих из них видел, и у нас с ними была любовь. О, Господи, помимо... Ого! А жена, чтобы... Кто? А жена? Чья? Нет, я нормальный человек. Что же у вас, Татьяна? А вы можете, как Глад Валака сказать, у сука? Нет, не буду я так истил... А по-французски так? как будет по-французски я хочу пиццу я не знаю по-французски это лапы за ля пидзавуля пидза потому что вот я не забыла давайте знаете про что чтобы нам всем развиваться люди которые нас слушают тоже развивались чтобы то напомним надо развиваться не хотят деградировать них и делать выиграть и все и трахаться тихо люди поэтому им тоже надо как-то задуматься над жизнью не ну конечно валер все я придумал давайте напишем вот это вот я одобряю то есть и вы там да пути ваш куплет будет природа рэпа о чему цены в рэпе вот мне кажется для колечки до коленьки надо не ну а вот допустим вот вот вы может быть знаете в курсе да вот последнее вот это примут наблюдается уж последние 10 лет точно это вот это вот опрыскивание людей как вообще во франции до париже вообще в европе в целом если у вас какая-то информация по этому поводу дата по поводу опрыскивания населения то есть челокоса потому что у нас здесь периодически опрыскивание идет химтрейлы то есть летают самолеты и сбрасывают на людей опрыскивает химтрейл я чисто видел сам как чел летел и не прям самые следы такие были это называется операция челокос я не знаю я не в курсе и мне кажется ты приду я считаю что рэп да вот рэп плану как бы так сказать рэп вокруг нас нас вообще все что нас окружает это рэп потому что про любой предмет можно написать рэп вот допустим передо мной бутылка с водой ее водичка прекрасно вот бы тобой насладиться напиться моя живая водиться водичку выпил потом поссал потом поспал то есть вот это вам все во всем про все можно рэпнуться это да 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 очень точно и потом рэп и еще в нем очень важно вот эта заклинательная составляющая тебя ты хочешь в транс на самом деле лучше рэперы те кто легко легко входят в транс вот батя такой же да коленька наш он транс он травки накурился и пошел это что правда конечно все рэперы так ты считаешь что деление а вот говорят бабангида не такой был кто бандида а кто это бандида а баба баба яхида ребята скажите мучайте кто такой бабангида ну давайте все а то что же он не знает а вы имеете виду чиппинкос нет 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 не знаю он из калининграда потом ушел ведь куда ушел неизвестно спятался как ммс ну и ммс он и не стал все-таки рэпером к сожалению так ну как же он усмать и видишь он исчез так это и баба гнида тоже исчез в калининграде что увидеть тебе пишут даже модера ты что пропагангида не знаешь пишите модера ты не а вот у бати есть вот эта душа в треках читает рэпа действительно переживает да то о чем читает потому что у него он сейчас имитирует всех у него много имитации к сожалению у него такие девичьи нет ну ты не обижайся потому что нормально потому что коля все нормально нормально брат все кто-то попускал а кто попускал я не услышал не так нет он ничего плохого не сказал вроде что помните вот про этот самый влюбленный в как называется вот этот но мы поняли мы поняли он один такой вообще не хорошо вот вольвер не ценит друзей где-нибудь с вашими концертами еще что то что у вас будет ну конечно все по это слушала нас только нас потому что мы были звездами колхоза ну хорошо в ровеньках да кого не одни ровень и помнишь не помню ну было там ну было и было чё там сказать так это мне настоящий волос такой а вы слышали когда-нибудь его гадзу какой нет нас двое здесь от вас ничего не скрыть вы сразу все чувствуете а вот и вот коленька мне очень хочется коленька преуспел там что у него есть есть кепка хорошая есть столь у него есть кепка кепка хорошая бейсболка я не знаю я знаю папина зачем папу обижаешь дам они а 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 Валера, убирай. Валера, не оказывается. Все, пожалуйста, включай, Таня. Нет, нет, я все. Это, это, вот, все. Нет, нет, все, все. Все, все, Валера, последний раз. Все, все. Вот сейчас видно, например, что вот вы сейчас видите, говорите? Я же не... Кран. Кран. Вот, ребятки, видите, потому что раньше, видите, какой подъезд? Раньше не было канализации. Канализация была вот такая. До начала, до середины... Я говорил, что они там срали, блядь, с балкона. Это Европа вся, засрада. Тихо. Да. Но это дом, раньше-то была, ребятки, фабрика. И потом эту фабрику, в 18 веке это была фабрика, а потом ее переделали в гостиницу. Это древняя гостиница. Гостиница для бедных людей. Господи. Хоть с вами идти, спускайся на улицу. На улицу мы же с вами спустимся. Да, да. Мы очень хотим, нам интересно посмотреть. Вот такой титр, а потом не поднимать. Валера, можно сделать большое, я думаю, видео. Нет, мне кажется, Татьяна будет ругать меня. Нет, ну, видите свет? Видишь экономит свет, ребята? Ой, Господи. Свет. Вы там не упадите. Вот смотри, Валер. Что вы сейчас видите, ребята? Что это такое? Это замочная скважина. Смотрите, замочная скважина. Вот смотри, что это такое. Это гидрант. Пожарный гидрант. В 19 веке так подавали газы. Каждую квартиру подключали газы вот через эти штуки. А сейчас газа хуйма. Тихо. Нет, не станешь печать. Вот опять газ. Видите, я вам покажу. Это старинный дом. А у нас доми газ, а у вас что там? Газ, это старинный газ, непростой. Господи. Прям, ребята, какие-то чудные. Видите, пять кранчиков. Видите, только три кранчика было. На весь дом такой огромный. Ладно, я сейчас спускаюсь. Сейчас я вам покажу. Господи, помилуй. Так. Ребята, что вы сейчас видите? Подождите, что-то у меня... Париж. Все нормально. Все, ребят, все. Меня смотрите. А потом... Ой, ребят, ну видите, какие вы молодцы. Меня заставили выйти из дома. Я жаловалась. Дорогие. Макрон и лох. Ну ладно. Что сделать? Как твои коленны. Сейчас я опять переворачиваю телефон, показываю вам улицу. Я уже не вижу сейчас, что я вам показываю. О, видимо. А почему народу так мало? Ну как, уже поздно? Свет, потому что Макрон включил. Тихо. Да, вон ремонт. В Париже, видите, в центре со старинной дома. Всегда ремонт. Суверенный ремонт. Да, Макрон, пидор. Бар какой-то. Да, баров много. В Париже много очень баров. Вот, ну я в центре живу. Конечно, окраине не так много. Вот, видите, вот мы вышли на такую главную улицу. Ой, Господи, помилуй. Видишь, старинные дома здесь. Вот, девочки пошли. Да. Сейчас ушлась дома, сейчас кто-то дом зайдет, спиздит ноутбук. Тихо. Ну что, не слышно? Не, не, ничего. Что ты говоришь? А это не Валера, это там выскакивает. Да. Ну вот, Валер, значит, понял идею, да? Сделаем так. Сейчас вот вы просто, как бы, я тебе... Смотри, сейчас сколько у нас велосипедов. Ребята, сейчас я вам покажу. Смотрите, какой кошмар. Город, как бы сказать, способствует тому, чтобы развивались велосипеды в Париже. Видишь? Не, ну там только именно на таком и ездят, потому что топлива нет, ничего нет. И так называется, что, видишь, очень много мотоциклов. Потому что нарочно оно делает, он говорит, что надо ездить на мотоциклах, а не на машинах. И машины, в общем, сейчас даже запрещены, машины, которые на бензине едут. Почему? Там такие страсти. Да, в Париже. Вот не страсти, сейчас с ума сходишь. Вот вам Европа, дорогие мои. Не говори. Как ты до рэпа дошел? Как ты до такого докатился? Ну, тихо. Ну, как, я просто понял, что я... Ну, рэпы там... Ну, я так таким способом выражаю свои эмоции. Что было у себя? Я-то понятна, что ты... Господи, ты опять общую фразу... Валер, как ты не стыдишь? Опять общую фразу говоришь. Ты чем ты говоришь общую фразу? В смысле? Ну, а как еще? Ну, рэп это... Ну, просто я захотел, мне нравится рэпчик. Ну, это вот как вот сейчас, все-таки ты уже постарше. Ты считаешь, это что, было детское ребятчество или что-то было все-таки серьезное? Не, ну, я считаю, что любой человек, который занимается рэпом, он занимается им не серьезно. Потому что рэп это не серьезный стиль музыки. Поэтому все, кто делает рэп, он его делает либо просто, чтобы поржать, либо чтобы заработать на нем. Все. А ты заработал? На рэпе это... Да. Да? А сколько? У нас мотоблоки купил себе. Там, ну... Ты ладно, ты уж. Не, правда, трактору трус-трак. Геморрой еще заработал. О, адрес вижу. Ага, так улица... То есть вы нас приглашаете к себе в Париж отдыхать. Отдыхать. Приглашаю. Приглашаю. Особенно Коленьку. Опа. Анечка, откисай. Так, меньше давай, меньше. Делай меньше картинку. Ага, все, все, все понял. Валер, подожди, давай дальше мне это расскажи. А ММС все-таки расскажи. На кого он учился? На кого ты учился, мы знаем. А на кого я учился? Какая у вас информация? Метиться. На инженера? А-а. На инженера, да. Ну, ММС он автослесарь в образовании. Какой молодец. Машина ремонтирует. Рукастая. Молодец, видишь, как он... А у него дети есть? Да нет, он шабит и машину ремонтирует. Опа. Нет, все нормально, все. Ну, он просто решил, что он уже... Ну, как бы у каждого человека в жизни, да, когда он занимается рэпом, есть какой-то определенный, определенный этап, когда человек испытывает какие-то эмоции. Вот. Он уже сейчас вообще стал безэмоциональный, потому что нашел себе девушку и поэтому не занимается рэпом. Ну, понятно. Понятно. А ты просто занимаешься, потому что знаешь, что на это есть спрос, да? А я не занимаюсь рэпом. То есть, вообще... Нет, под гитару что-то играешь. Ну, так это же не рэп. Какая разница. Это Коленька у нас рэпер. Нет, ну, Коленька у Коленька. Коленька. Прямо я вот... Посмотри, вот самое главное, ребята, смотрите, какой у Коли необыкновенный тонал. И какой необыкновенный Коленька. Да, есть такой, есть такой. Есть, у нас вообще Коленька необыкновенный. Конечно, конечно, и к нему тянутся люди светлые, добрые. Нет, нет, просто очень, ну, очень просто радостно. И вот таких бы побольше каналов. Батю АМС, вы имеете в виду. Нет, ну, а в Бате есть? Алло. Да, да, да. Ой, вы упали. Нет, ты сам по себе не очень интересен, как предмет для интервью, не обижаясь, но это правда. Потому что в образе, понимаешь? И поскольку ты в образе, то тут уже приходится, ну, как сказать, совсем другой подход уже нужен. Понимаешь? Не, ну, вы как-нибудь найдите подход к образу. Татьяна, вы бы хотели 40 или 50 вопросов Валерии подготовить. Нет, я бы в отношении ММС хотела. ММС. ММС ты очень, а Валерия, он образ. Ну, с ним это, ну, как, я не знаю. Да все равно, что с Алисой задавать вопросы. Алиса? Я понял. Ну, хорошо, давайте тогда с Коленькой. Вот Коленьке, задайте Коленьке 40 вопросов. Я задам, допустим, Коленька, ты ответишь? Конечно. Ответь. Какая лапочка, какой Коленька хороший. Ну, вот Коленька, правда же, у меня правильный человек. Вот какая радость вот что-то. Все, ребятки, чай, подписывайтесь на мой канал. Опа. На мой телеграм-канал. Он называется «Парижское право». «Парижское право». Только там вы увидите настоящую правду про Париж. Да. Владимир. Спасибо, Валерочка. До следующего раз. До свидания, Татьяна. Добрых снов. Слушай, я тебе, знаешь, что скажу, честно. Я вообще нихуя не понял, что произошло, но было интересно. Что-то пи***ц. Париж. Дап-дап-дап-дап-дап-дап-дап-дап-дап.